МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях региона прямо сейчас готовы рассказать корреспондент ОРТ, я Максим Самойлов. Вы смотрите новости дня. Здравствуйте. Вот о чем пойдет речь в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем с официальной хроники. Закрепление достигнутых договоренностей главная цель визита делегаций из Узбекистана в Оренбургскую область. Внешнеэкономическое взаимодействие крепнет. Уже развивается ряд предприятий. Это проекты по созданию транспортно-логистической инфраструктуры для хранения, распределения и транзита овощей. Предприятие по производству пектина, развитие тепличных хозяйств и строительство молочно-товарных ферм. Сегодня речь идет о налоговых послаблениях для инвесторов обеих стран. Рабочий визит начинается с протокольной встречи в кабинете губернатора Оренбургской области. Руководители регионов высказываются о готовности к взаимно выгодному сотрудничеству. Надеюсь, что мы с вами начнем какой-то свой устраивный диалог полезный для наших территорий. Мы начнем новый руководитель, наверное, будет новый импульс и новый риток. Очень хотелось бы, чтобы этот риток был очень стремительно, хороший. Суммарный объем торговли между Россией и Узбекистаном около 300 миллиардов долларов в год. Бизнесмены обеих стран успешно развивают торгово-экономические проекты в регионах, в том числе и в Оренбургской области. В регионе создаются комфортные условия для инвесторов. Упрощенный порядок предоставления земельных участков, освобождение от имущественного налога на 5 лет, снижение ставки по налогу на прибыль, долгосрочные субсидии. Аналогичные льготы ввела и узбекская сторона для российского бизнеса. Последние 2-3 года Узбекистан очень резко поменял свое отношение именно к инвесторам, к малому бизнесу. Мы открываемся миру, мы показываем, что мы готовы к сотрудничеству. Сельское хозяйство, фармацевтика, текстиль, промышленность – направление деятельности для сотрудничества. В рамках визита планируется посещение промышленных предприятий Оренбургской области и заключение экономически выгодных обеим сторонам договоренностей. Благодарственные письма, дипломы и грамоты. Лучших учителей региона поздравляют в правительстве области. Сегодня их 94. Встреча приурочена к профессиональному празднику педагогов. Награды вручает губернатор Денис Паслер. О высокой оценке тех, кто сам привык учить в материале моих коллег. Золотой зал торжеств правительства Оренбургской области. Сюда приглашены лучшие из лучших педагоги региона. Сегодня их около ста. Директора школ, учителя и воспитателей, лауреаты премии губернатора, получатели грантов, победители конкурсов. Победа в конкурсе значит очень многое. Это возможность доказать самому учителю, детям, что труд не напрасен, что есть определенные результаты. Хочу сказать, что я горжусь, что есть ученики, идущие по моим стопам. Так что впереди новые победы. Наталья Теплицына в профессии 22 года. Директор элитской школы, преподаватель русского языка и литературы. После педколледжа, не задумываясь, вернулась в село. Секрет профессии прост, говорит женщина. Это любовь к детям. Дети, они всегда остаются непосредственными, любознательными, очень, знаете, такими отзывчивыми на любовь. Когда детей любишь и идешь на урок, они очень хорошо это чувствуют и дают большую отдачу. Вот в частности, я в этом году 11 класс выпускала. У меня был очень хороший, любимый мой 11. Поэтому они результат показали такой. Мы были вместе, мы были союзники. Оренбургские педагоги славятся своим мастерством и за пределами региона. Высокие результаты по ЕГЭ и их заслуга. В области сегодня много сделано для совершенствования материальной базы. Строительство новых школ и детских садов, капитальный ремонт 22 образовательных учреждений. Учителя и их воспитанники должны работать в комфортных условиях, заявил губернатор в своем обращении. Абсолютное большинство из вас – педагоги по призванию. От вас во многом зависит судьба учеников и будущее нашей страны и нашего региона. Развитие системы образования является приоритетом в социальной политике региона. Наша задача – открывать новые детские сады и современные школы. В Оренбургской области в системе образования на сегодня работает порядка 40 тысяч педагогов, благодаря работе которых регион занимает лидирующие позиции в сдаче единого государственного экзамена уже не первый год. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. Педагогов, отличившихся в своей работе в преддверии профессионального праздника, поздравляют по всей области. К этой теме мы еще вернемся. А пока к другим новостям. Более 25 миллионов россиян на сегодня сделали прививку против гриппа. Это 17,5% населения страны. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Прививочная кампания в самом разгаре. Известно, что за средства государства прививки сделали 7,5 миллионов детей. Порядка 17 миллионов взрослых, отмечают специалисты. За небюджетные деньги вакцинацию прошли 827 тысяч человек. Более полумиллиона россиян проводят эту процедуру за счет работодателей. В Оренбургской области таким образом защитили себя от гриппа пока только 16% населения. В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 316 тысяч человек, в том числе 98 тысяч детей, 3-4 тысячи беременных женщин. За счет средств предприятий и организаций в городах Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Гайском, Солилецком, Сорочинском, городских округах, Беляевском, Бугорусланском, Грачевском, Октябрьском, Оренбургском, Новоорском, Новосергиевском и Первомайском районах привито 4,9 тысяч человек. Специалисты напоминают о правилах, которые помогут избежать заболевания. Это рациональное питание, одежда по погоде, прогулки на свежем воздухе, а также занятия спортом. Сегодня о всех мерах профилактики гриппа и ОРВИ можно узнать по горячей линии. Телефоны специалистов в Оренбурге вы видите на экране. Мы спросили жителей областного центра, как они защищаются от гриппа и простуды. Мнения разделились. У каждого оренбуржца свои способы борьбы с сезонными вирусами. Подробнее прямо сейчас. Просто пью чай с клюкой, мед, ну и вот, говорю, все, и витаминки, то есть, по сути, все. Ну и плюс спорт у меня. Гриппом прививки сделали. Мы каждый год делаем это. Мы кушаем чеснок. Ну вот такие свои, такие народные рецепты. Чеснок, лук и все остальное. Ну в пределах одной головки в течение дня. Я сама лично привилась от гриппа. Дома всегда мы проветриваем обязательно. Избегаем общественных мест. Прививку сделала. Чай с малиной, сухая малина, все что угодно. Большое количество обильное питье. Наш экспресс-опрос показал, большинство оренбуржцев, а это 40%, респондентов надежной защиты от гриппа считают прививки. Некоторые их делают уже на протяжении 10 лет. И 30% опрошенных предпочитают народные средства. И столько же жителей областного центра вместе с ними выбирают и профилактические лекарства. Они уверены, что избежать болезни поможет только комплекс мер. Кто задерживает благоустройство южного поселка? В редакцию ОРТ обратились возмущенные жители за уральной часть Оренбурга. Еще в начале сентября им пообещали завершить обустройство аллеи. Она должна соединить две улицы, Амурскую и Центральную. Но до сих пор работы не выполнены. Подрядчик перестал выходить на связь. В чем причина и почему чиновники разводят руками? В ситуации разбиралась Анна Немых. А ведь еще три месяца назад жители южного поселка радовались, что параллельные улицы, Центральную и Амурскую, наконец-то соединит пешеходная дорожка. Она нужна как воздух, признаются горожане. По ней можно будет беспрепятственно пройти в поликлинику, школу и на рынок. Чтобы из Амурска попасть сюда или только на автобусе, или здесь через Айрес, по грязи. Ну, раньше через могилки ходили, там хоть бы натоптано было. А сейчас перекрыли все, и нет ничего. Чтобы добиться строительства одной из главных артерий микрорайона, инициативная группа начала писать в различные инстанции. Обращались губернатор, горсовет, законодательное собрание области. В июле Оренбуржцев, казалось, услышали. На портале правительства появилась информация. Контракт с подрядчиком уже заключен. И буквально на днях он приступает к работе. Эта аллея должна была стать своеобразным подарком местным жителям ко дню города. Здесь работы остановились, как вы видите, вот на этой точке. И фонари, они еще полностью не закреплены. И так получилось, в какой-то момент один фонарик покосился. Это дело игнорировалось несколько дней, потом вовсе упал. Здесь обещаны были лавочки друг напротив друга. Вот обещались нам шесть архитектурных форм. По уровню этого рва должен был быть забор. А здесь должна была появиться велосипедная дорожка. Жители шутят. С помощью этой шины подрядчик, видимо, обозначил место, чтобы не забыть ее обустроить. Вот такой ответ они получили уже 16 сентября. Это у нас письмо за подписью Серегина, например. То есть здесь вот нам пишут, что занимаются благоустройством пешеходной аллеи. Но по факту, как бы, никаких работ здесь не проводится. В администрации Южного округа подтверждают, подрядчик срывает все сроки и не выполняет условия контракта. Проблематика на самом деле в том, что выиграл подрядчик, который на сегодняшний день, я считаю, и несостоятельный, и непорядочно поступил. Необходимо, чтобы эта аллея была. И с людьми у нас есть договоренности. Имеем то, что имеем, но, тем не менее, тащим этого бегемота из болота. Тащить пока приходится только уговорами. Но подрядчика уже предупредили, что если работа не будет выполнена, то через месяц администрация округа подаст на него в суд. Руководство организации не видит причин для беспокойства. Мы планируем к вам в следующей неделе практически закончить. Асфальт начинаем пятницу-субботу. Малоархитектурные формы, по заверениям Ашота Геворкяна, должны появиться сразу после укладки асфальта. И уже максимум через месяц жители южного поселка увидят такую аллею не в проекте, а уже в действительности. Анна Немих, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Продолжим после рекламы на ОРТ. Не переключайтесь. Во второй части выпуска вы узнаете. Как жить без электричества? Жители 18-го разъезда устали от постоянных отключений. Возродить утраченное. Мастер-класс для журналистов у гончарного круга от Акабулакских умельцев. Приятный бонус для любителей баскетбола. Оренбург впервые примет официальный матч сборной России. Это новости дня. Мы продолжаем. Покупательская способность – ключевой показатель экономики. Аналитики портала «Домофонд» выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимость жизни. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем по стране своему благосостоянию респонденты поставили меньше 4 баллов из 10 возможных. На первом месте рейтинга – город Кудрово Ленинградской области. Свою покупательскую способность местные жители оценивают почти в 6 пунктов. На полубалла меньше и второе место – еще один город Ленобласти – Мурино. Прошлогодний лидер теряет 7 десятых балла. Замыкает первую тройку – Москва. Жители столицы своему благосостоянию поставили 5 баллов. Лучший из городов нашего региона – Оренбург, но лишь на 86-й строчке. В сравнении с прошлым годом ситуация, по мнению горожан, заметно ухудшилась. Похожее положение в Бузулуке. Покупательскую способность там оценивают в 3 балла. Город занимает 149-ю позицию. Хуже всего дело обстоит в Орске. В соотношении доходов и возможностей арчане ставят меньше 3 баллов. Замыкает всероссийский рейтинг город Камышин Волгоградской области и 2 населенных пункта Ростовской области – Каменск-Шахтинский и Шахты. Оценка местных жителей – 2,5 балла. И рекордное падение этого значения за год. Минус составляет больше 1 балла. Неспокойные на валютном рынке. Если в начале сентября иностранная валюта в цене падала, то октябрь стартует с роста. За минувшие сутки доллар добавил 37 копеек, евро – 62. Курс на 3 октября вы видите на своем экране. И теперь о коммунальных проблемах. Остаться без электричества. На горячую линию ОРТ обратились жители областного центра. По словам горожан, они регулярно страдают от отключения электроэнергии. О том, как в 21 веке люди живут в условиях практически каменного, и кто в ответе за ситуацию, выяснял Вячеслав Кампе. Это 18-й разъезд. Несмотря на деревенский пейзаж, территория считается промышленным районом Оренбурга. Однако благами городской жизни, признаются местные жители, пользоваться получается не всегда. У Надежды Савиловой здесь продуктовый магазин. Отключение электроэнергии, рассказывает женщина, регулярно приносит убытки. У меня портятся продукты. То, что летом, когда в жару, у меня колбаса тоже попортилась. Я холодильником-то ремонтировала в том году, 9 тысяч на него отдала. И мастер просто объяснял от того, что если у вас перепады энергии, у вас выключает свет, так и будет постоянно. По словам местных жителей, без электричества они остаются завидной периодичностью. А отключение может длиться от получаса, так и больше суток. А обращение за помощью результатов не дают. Мы регулярно звоним в администрацию. Там нам дают телефон, обращайтесь в горсети. В горсети звоним, а нас отпихивают на железную дорогу. А железная дорога, говорит, вы к нам вообще не относитесь давным-давно. Вот и все, вот так вот мы по кругу и ходим. Если нет света, у нас, естественно, отключаются все коммуникации. У нас нет ни воды, ни тепла. Дети маленькие. Не помыть, не покормить, ничего не можем сделать. Дома холодно. Начинается сезон холодов. Редакция ОРТ смогла выяснить, кто отвечает за обеспечение 18-го разъезда энергии. Это компания Оренбургская дистанция электроснабжения. Она является структурным подразделением Трансэнерго, филиала РЖД. В приемную главного инженера мы направили запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Пока ответа нет. Мы продолжим следить за историей. О развитии событий расскажем в следующих выпусках. Вячеслав Кампо, Сергей Пронь, Новости дня. Если и вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На нашем телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей проблеме можно сообщать по номеру 8 800 257 00. Напоминаем, что звонок бесплатный. Настоящая глиняная игрушка-свистулька. У многих наверняка она была в детстве. В Абулакском районе не только знают, но и готовы научить ее делать из природного материала. Здесь пытаются воссоздать некогда утраченные навыки работы с глиной. В непростом деле попробовала себя и моя коллега. Обо всем подробнее в материале Натальи Мороз. Звонкие переливы. Звучать так может любая глиняная свистулька. Причем у каждой игрушки звук уникальный. Все зависит от внутреннего углубления этого народного музыкального инструмента – тулова. Чем оно больше, тем звук ниже. Вот такой игрушка. Игрушечный. Здесь в мастерской маленьким жителям Акбулака педагоги передают искусство работы с податливым материалом. Олени, козы, птицы – здесь все из местной глины. Готовые игрушки сушат, обжигают, а затем раскрашивают. У ребенка развивается, во-первых, мелкая моторика рук. Это обязательно. Потом оздоравливающий эффект тоже происходит. Как? Каким образом? То, что вот через глину, через руки входят все питательные вещества от глины. Это очень важно и нужно. Глиняная игрушка – визитная карточка Акбулакского района. Год от года интерес к ней растет, говорят педагоги. Возрождение здесь переживает и гончарное дело. Так как наш край богат глиными, и давно когда-то у нас были мастерские, или как гончарный промысел такой, потому что посуды нужно было много людям, которые здесь основали наш поселок Акбулак. Вот поэтому здесь уже когда-то давно было гончарное производство. Сейчас попробуем одну из самых простых форм сделать – это горшочек. Рукой отцентровать глину. Алексей признается, все тонкости гончарного дела он только постигает. И это несмотря на то, что уже два года делает посуду из глины. Все-таки одно важное правило для себя понял давно. Многое от настроения зависит, очень многое. Плохое настроение ничего не получится. Это вы уже на практике знаете? Да, это на практике у меня. Материал для искусства в Акбулакском районе, что называется, прямо под ногами. Здесь большое количество месторождений цементной глины. Отсюда ее цвет и состав. За разговорами не замечаем, как приходит время принимать работу. Сначала берем проволоку, разрезаем. Шпатель намочить, чтобы, ну, как сложение, как наследцем сразу. Чуть-чуть поднял, шпательным снял. И красавчик. Да, подставочку. Вот так вот. Экологически чистый горшочек из природного материала. Попробовать себя в гончарном деле решаемся и мы. Вы увидите, что куда поджать, куда не поджать. Не, не, отпустите пока. Видите, он болтается. А надо, чтобы он поднаприл. А надо, чтобы, да, не без болтания. А садить, поднять, а садить, поднять. Это как тесто месишь. Ну да, на подлоге, что-то похоже. Концентрация на максимуме. Запастись в этом деле нужно и терпением. Занятие, которое со стороны кажется несложным, на деле совсем иначе. Тем не менее, общими усилиями все-таки удается создать настоящий горшочек. Теперь и у нашего телеканала есть своя именная глиняная посуда. После полного высыхания его ждет обжиг в печи. И этот горшочек прослужит еще не один десяток лет. Наталья Мороз, Владислав Горбунов и Семен Воробьев. Новости дня. 5 октября вся страна будет отмечать День Учителя. В преддверии праздника проходят торжества для работников образования. Традиционно лучших педагогов областного центра награждают дипломами и благодарностями. В торжественном зале Центра детского творчества промышленного района собрались лучшие педагоги города и вручают благодарности от членов Совета Федерации, главы города и городского совета, заслуженные муниципальные награды. Герои торжества не только школьные учителя. День Учителя отмечается одновременно более чем в 100 странах. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Для каждого работника образования это особое событие. Ваша профессия имеет огромное значение для всех жителей Оренбурга. И я не устаю повторять, что в нашем городе живут и работают самые лучшие учителя и воспитатели. Педагог – это учитель, наставник и друг. Так считают и те, кто отдал этой профессии десятки лет, и те, кто только пришел в школу. День Учителя – один из самых важных дней для каждого. Это человек, который всегда рядом с детьми. Это человек, который живет проблемами детей и долго-долго не стареет. Потому что, когда дети рядом, то и мы с ними остаемся долго-долго в этом замечательном мире детства. День Учителя – это, наверное, всеобщий праздник. Это праздник не только для учителей, но и для учеников, и для родителей, и для системы дополнительного образования. И даже есть у дошкольников сейчас свой собственный день. Но мне кажется, что День Учителя и они тоже готовы праздновать. Почему? Да потому, что, наверное, у каждого был замечательный учитель, который дал ему путевку в жизнь. В подарок учителя в преддверии профессионального праздника – концерт, цветы и поздравления. Ольга Энгельс, Малика Джумалеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Теперь о спорте. Оренбург впервые примет официальный матч сборной России. В ноябре женская баскетбольная сборная страны сыграет стартовый матч квалификационного турнира к чемпионату Европы. На арене нашего главного спортивного комплекса – СКК Оренбуржья – россиянки сыграют с командой Боснии и Герцеговины. В отборочном турнире на Евро, в нашей группе «С» еще сборная Эстонии и Швейцарии. По примеру футбола, Национальная баскетбольная федерация организовывает матчи сборной в провинции. Мужская уже играла в Перми, теперь вот женская сыграет на Южном Урале. Место проведения международной встречи выбрано отнюдь не случайно. Баскетбол – один из базовых видов спорта в нашей области. Функционирует спортшкола в ряде районов отделения. Флагман – Оренбургский клуб «Надежда» – один из отечественных лидеров. Бессменный призер Кубка и чемпионата страны. Постоянный участник, а теперь и победитель Еврокубка. СКК Оренбуржья – домашняя арена «Надежды». Просторный зал, вместительные трибуны. В межсезонье на площадке уложен новейший паркет «Берлин-2». Установленное современное табло. В общем, полная готовность в соответствии с международными стандартами. Матч россиянок с балканской командой состоится 14 ноября. Билеты поступят в продажу уже на следующей неделе. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. Есть информация для любителей хоккея. В очередных играх первенства ВХЛ хоккейный клуб «Оренбург» принимает «Саратовский кристалл». Три домашних поединка пройдут в Ледовом дворце «Звездные». Поддержать любимую команду приглашают оренбуржцев и гостей города 5, 6 и 8 октября. Цена билета – 150 рублей. И еще немного о приятном. 17 октября ОРТ исполняется 7 лет. В честь праздника наш телеканал объявляет конкурс на самое креативное видеопоздравление с днем рождения. Проза, стихотворная форма или танцевальный флешмоб. Поздравить ОРТ с семилетиями можно в любом формате. Работы принимаются до 13 октября включительно по адресу ортсобакамедиа56.ру. Креатив и творческий подход приветствуются. Авторы семьи самых ярких поздравлений получат сувениры от ОРТ. Торжественное награждение покажем в эфире нашего телеканала. Все подробности конкурса ищите на нашем сайте media56.ru, а также в социальных сетях телеканала. 24 часа о вас и для вас. На этом наш выпуск завершен. Вернуться к обзору новостей, а также других проектов канала ОРТ можно на сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Оставайтесь на нашем канале. Прямо сейчас мой коллега Анатолий Евгеньевич познакомит вас с новостями спорта. Я же с вами прощаюсь и желаю всего доброго. Прямо сейчас мой коллега Анатолий Евгеньевич